Меня зовут Владимир Унец, а это новый эпизод программы «Смотрите сами». Подробный анализ событий, приправленный выводами, а не домыслами. Я обещаю, будет интересно. А с вас лайк этому видео, подписка, ну а за комментарии отдельное спасибо. Давайте вести диалог. Что ж, поехали. Рафаил Шепелев, российский оппозиционный активист. Осенью 2021 года он переехал в Грузию, где скрывался от преследования российских властей. История классическая во всех смыслах. Сегодня Шепелев снова в России, он признан невменяемым и отправлен на принудительное психиатрическое лечение. Активиста, напомню, обвиняют в участии в деятельности террористической организации и оправдании терроризма. История совсем грустная, потому что мужчину на территории Грузии выкрали российские силовики. 12 октября прошлого года он с полупустым рюкзаком и в легкой куртке вышел из дому. И с легкой, как его куртка, руки российских спецслужб очутился на любимой родине в тюрьме. В сезон номер три в Нижнем Тагиле. Ну а как же так получилось? А получилось довольно просто. Шепелев поехал в село Кирбали Цхинвальского района. Цхинваль – это, напомню, оккупированная российскими войсками территория Грузии. Пошел в местную церковь, где его и взяли под белой ручки родные пограничники из ФСБ. Зачем Шепелев отправился в серую зону? Какая нечистая сила его повела в церковь, где сидели российские пограничники? Тут остается только догадываться. Соратники активиста считают, что его туда заманили обманом. Но это сейчас не главное. Главный вывод из этой истории в том, что российские спецслужбы что хотят, то и делают во всех, без исключения странах мира. Они, так сказать, ни в чем себя не ограничивают. Достаточно вспомнить историю про Скрипалей и Салсберийские шпили. Естественно, мы ехали, чтобы посетить в Толгенш, в Олдсар, в Собор Девы Марии. Но этого не получилось, потому что там была, как-то по-русски, жижа. Город был в полной жиже. Ну или совсем недавние намеки Путина о готовности обменять американского журналиста Эвана Гершковича на, цитирую, российского патриота, который ликвидировал человека в Европе. Сидит в одной стране, в стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Что же это за российский патриот такой? Не секрет, что это Вадим Красиков, осужденный за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. И сидит он в Берлине. Но зачем я об этом всем рассказываю? Германия, в которой Путин в молодости служил разведчиком далеко не первого эшелона, представляет для Москвы особый интерес. 18 апреля Шпигель написал о том, что в Баварии арестовали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсии по заданию российских спецслужб. Главным подозреваемым является 39-летний Диттер Эс. Ему с марта 2024 года помогал 37-летний Александр Е. Радио «Свобода» пишет, что в их квартирах и на местах работы прошли обыски. У обоих подозреваемых помимо российского есть и немецкое гражданство. Диттер давно попал в поле зрения соответствующих органов Германии, так как с 2014 года по 2016 воевал на стороне так называемой ДНР против Украины. Ему, ко всему прочему, вменяют еще и участие в иностранной террористической организации. Ну и, собственно, Диттер и Александр, пишет другое немецкое издание Tagesschau, знали друг друга еще со времен пребывания на оккупированной территории Украины. Следствие считает, что с октября 2023 года Диттер обсуждал диверсионные операции в Германии с лицом, связанным с российской спецслужбой. Утверждается, что он согласился на совершение поджогов и взрывов на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях и промышленных объектах. На секундочку. Он прицеливался на транспортные маршруты, используемые для перевозки военных грузов. Конечной целью планируемых атак было подорвать поддержку Украины со стороны Германии. Диттер фотографировал и американские военные объекты в Германии, а также передавал изображения российским спецслужбам. Среди этих объектов, за которыми велась слежка, как сообщается, была и учебная база армии США, расположенная недалеко от города Графенвер в Восточной Баварии. Правоохранительные органы Германии несколько месяцев наблюдали за мужчинами. Разрешение на уголовное преследование ранее им выдал лично министр юстиции страны Марко Бушман. МИД ФРГ вызвал российского посла Сергея Нечаева и вручил ему ноту протеста. В ответ пресс-служба посольства России в Германии заявила, что немецкая сторона не предоставила доказательств, свидетельствующих об указанных планах задержанных и о возможных связях с представителями российских структур. Российский МИД назвал это дело, цитирую, «откровенные провокации, направленные на разжигание ФРГ и без того зашкаливающие шпиономанией, повышение градуса антироссийских настроений, дальнейшее разрушение российско-германских отношений». Ну а также посольство РФ запросило консульский доступ к арестованным, если они действительно, мол, являются российскими гражданами, и заявило, что любые недружественные действия в адрес России не останутся без последствий. Ничего непредсказуемого. Такими темпами Путин уже очень скоро взбесит даже пока еще вполне терпеливого по отношению к нему Шольца. Ну и тогда уже немецкому канцлеру не придется спорить с Макроном насчет формулировок о возможной отправке западного контингента на территорию Украины. В общем, если вы не знали, то термин «третья мировая» был впервые упомянут в 1941 году, когда в разгаре была еще вторая. Тогда многие страны мира начали активную разработку ядерного оружия. Ну и все вдруг поняли, что в какой-то момент это ядерное оружие, внезапно появившееся на мировой сцене, может выстрелить. В 1977 году был разработан философский закон Мерфи. Согласно этому закону, если что-то теоретически может пойти не так, то оно обязательно пойдет не так. Этот принцип широко используется при оценивании рисков в бизнесе и политике. Очень, правда, хочется, чтобы он не сработал касательно ядерных угроз. Ну а вы что сами думаете? Оставляйте комментарии, если смотрите выпуск в интернете. Ну а если вы за это время не отыскали кнопку лайки подписаться, то самое время это сделать прямо сейчас.